Микс Ньюс Как выяснили, что воришка появился? Что пропали? Грабли, лопаты? Машины? Так, ну, примерно год назад мы случайно абсолютно обнаружили по камерам, что ходит человек, потому что, в принципе, камеры записывают движения, и, конечно же, никто не смотрит, что там всю ночь происходило. А, по-моему, если не ошибаюсь, инструменты пропали из машины. Мы привычные, что не особо мы там эти машины закрываем. А так было раньше, скажем так. А то, что вы это сказали на радио? Так было год назад. Теперь все поменялось, жесткий контроль. Вы приезжаете домой, загнали машину, грубо говоря, во двор. Да, ворота закрыли. Появилось чувство защищенности, то есть ворота закрылись, и вроде как бы все и в порядке. А тут товарищ, он не то, чтобы приходить, он через заборы перепрыгивал. У него хорошая физическая подготовка. Прямо по прыгучкам. Да, да, да. И вы там прям видели, да? Да, на камеру все прекрасно видно. Кузнечик, как вы его прозвали между собой? На грехе. Это не для эфира. Это не для эфира, да. Это эфимизм придумали. Да. Ну, это потом присущий, что называется. Как долго все это продолжалось, вот когда вы заметили, что, ну, вот он начал ходить. Да, вот, получается, мы заметили, мы пытались, сначала мы были такой вот, как узенькой компанией, потом мы пошли по всему поселку, зашли, ну, там у нас было еще собрание, мы все собрались, мы сделали общий чат, ну, как бы в режиме онлайн, пытались там друг друга информировать о том, что вот он идет, надо что-то делать. В прошлом году он пришел, а у нас еще есть, нам дали такой датчик, мы поставили его в машину. А кто дал? У нас там один из соседей. А, то есть кто-то из своих? Да, 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 из своих, да, потому что мы позвонили в полицию. Полиция сказала, что один патруль на три поселка, там, или даже там какой-то очень большой у них, и патрулируют постоянно, они не могут, естественно, там сидеть ловить никто не будет. Поэтому мы долго думали, как нам действовать, и сначала начали приниматься такие простые попытки. Поставили вот датчик на движение, когда он, когда двернул машину, ну, как бы дверь, тогда, получается, заработал сигнал, ну, нас начали выбегать людям сначала в общий чат из серии. Пришел, мы все, кто бы не спали, кто увидели, те выбежали. Мы бы дежурство устраивали, вот действительно сидели, я сам лично сидел перед камерой, ну, то есть перед монитором, до которого выводили из камеры, мы смотрели, и вот отслеживали каждое движение в поселке. Да, пишите, вот даже по ходу дела, вот вообще, как все эти такие общие чаты, которые создаются в квартирах, в домах, в поселках, они, как правило, достаточно тяжело ведутся, потому что, ну, обязательно внутри люди перессорятся, кто кому дежурит. Как у вас вообще это происходит? Насколько легко это было все организовать? Жень, мы сделали таким образом, мы со всеми соседями договорились, что в этом чате мы говорим только по делу. Никаких там поздравлялок, никаких ничего там, смайликов, котиков и всего остального. А вы наехали на Майнастурции, да, без этого? Ну да, вот типа такого, да. Вот такого у нас нет, мы реально говорим только по делу. И таким образом этот чат не напрягает. Потому что не так много информации взяли. Совершенно верно, лишнее особенно. И никто этот чат, звук не отключает, и, соответственно, все видят, что если там что-то появилось, значит, это важно. А как вот вы дежурство устанавливали? Вот просто по домам? Или это были добровольцы? Я могу сказать, что было отдельное мужское собрание, в котором не участвовали девушки до нашего поселка. Мужчины собрались, так сказать, с тела нашего поселка. Они между собой решили, я так поняла, там закачивалось приложение, специальная рация. Да, есть специальное приложение у нас. Мы можем общаться в благорении. Все у них происходило. То есть, по сути, у нас это вот такая, ну, не побоюсь этого слова, полицейская операция. Может, там под активную историю там себе. А где у вас стоят камеры? Ну, в принципе, на каждом доме. На каждом доме. Почти на каждом доме. Практически, да, на каждом доме. Это вы заранее устанавливали уже? Это была чья-то рекомендация или как? Ну, скажем так, у кого-то уже давно стоят. У меня давно стоят, да. Те, которые новые заехали. Мы им сразу моргали и все реставили. Надо. Учитывая обстоятельства и обстановку в поселке, надо. Потому что очень немножко так нагло, конечно, ходили, я бы сказала. Ну, как бы даже уже страшно становилось. Это был один человек? Ну, в этом году показалось, к сожалению, что нет. У нас есть еще там два ходило. Одну ночь было, двое мужчин ходили тоже, проявляли хорошую физическую подготовку, прыгали через заборы. Смотрели, открытые машины, но, к счастью, дальше не лезли. А началось это, когда... Примерно год назад мы обнаружили это. Уж сколько там, это реально, пока невозможно сказать. Но год назад пропали первые инструменты, тогда из-за машины. И тогда мы как бы начали что-то делать. Просто дело в том, что поселок строится, все больше и больше домов, все больше жителей. И, в общем-то, год назад мы так и поняли, что что-то не так. Что-то происходит, да. Ну, вот дальше каких-то вот таких мелких, мелкого хулиганства, что-то инструменты, в дома не залезали, да. Двери проверяют, входные. Двери проверяют, да. Входные двери проверяют. Ну, они были прецентрены. Мы, кстати, лично у Алексея что-то смотрели, да, потому что... Открытые, да. У него прямо напротив тоже у соседа камера стоит, и прямо видно был, зашел. Ну, так, правда, аккуратно, явно смотрят, есть ли собака. А потом так заходят, конкретно все двери. У нас даже у одних соседей, простите, Лешечка, было такое, что он даже подошел, там сушка для белья висела. И он так поднял белье посмотреть, явно, сколько людей в доме, большие и маленькие. Слушайте, ну, вообще, на самом деле, я один раз столкнулась с воровством, у меня украли, прямо вот из-под дверей, у меня украли велосипед, который стоял около двери моей квартиры. У меня было ощущение просто ужасное, потому что это проникновение уже как бы на мою территорию. Я понимаю, что где-то около моей квартиры ходил какой-то чужой мужчина, у меня там детский велосипед стоит. Это мне было ужасно неприятно. Я вот до сих пор это вспоминаю с содроганием. То же самое, когда на камерах, видишь, вот что по твоему двору, вот это вот, не эфирное слово, не буду. Ну, вот по твоему двору кто-то ходит. Мало того, что кто-то ходит, ты же понимаешь, с какой целью он там ходит. Не просто в гости зашел. Ну, это страшно просто. Ну, конечно, это ужасно, на самом деле. Очень неприятно. А что конкретно у вас украли? Ну, слава богу, у нас, например, на участке собака. Она отпугивает даже своих. Иногда мы с нами не можем ничего взять из себя дома. Да, она очень такая у нас хорошая сторожевая собака. Мне повезло. Двери были закрыты. Все закрыто было, да. Все закрыто было, да. У нашего соседа и ноутбук украли, у другого телефон из машины вытащили. Конечно, я понимаю, можно сказать, сам дурак, что оставил машине или там, не знаю, не закрыл. Нет, но факт остается факт. Но эта машина уже на территории стоит, правильно? На территории дома. Совершенно верно. Ну, это уже частная собственность. Как бы закрыл, не закрыл. Второй вопрос. Именно. Можно немножко... Главное, что это связано снято на камерах, да? То есть видно, как он... Да, я просто еще раз напомню телефоны прямого эфира. Если есть какие-то такие же подобные истории, или, может быть, вы можете что-то посоветовать нашим сегодняшним гостям. 6-7-2-12-9-3-9 и 6-7-2-13-9-3-9. Номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1, пожалуйста. Зинаида, вы что-то хотите? А я хотела сказать, вот прямо сейчас в режиме онлайн нас слушают все соседи. Уже в чат пошли. Привет, бабицы. Привет, бабицы. Ну, не совсем бабицы, бабицы, да. В данном случае, мэжеры, поселок мой Пумпас считаемся. И вот мне уже пишут, что еще зашел в дом к одному тоже из соседей, конкретно зашел в дом. Я припоминаю, что даже было закрыто. То есть он даже открыл. Они только въехали. Они неделю въехали, и он попал к ним в дом. Просто, к счастью, там хороший, ну, скажем, чуткий сон был. И он его спугнул, бежал только, сверкали пятки. Да. Это тоже имело место. Ну, а Серега тоже за ним бежал, если ты помнишь наш сосед. Это вот про то, что вот первая попытка его поймать. Тогда бежали все. Тогда вышло, по-моему, человек там пять, кто увидели. И бежали. Понимаете, это ночью, то есть люди спятали. Ну, вот вы побежали, скажем, за вором. У вас не было опасений, что, может быть, он вооружен или еще что-то? Честно, нет. Потому что, нет, на самом деле, я почему спрашиваю, потому что там еще в мою юность у нас на даче тоже у людей воровали машину. То есть ее уже стали угонять. Они стали угонять, за ними побежали соседи. И в них просто выстрелили. И я это очень хорошо помню. И поэтому у меня сразу вопрос. То есть вы вот гонитесь, вы же ведь не знаете, вооружен ли он, не вооружен ли он. Может, его там еще какие-то ребята ждут. То есть это такая инициатива, которая может очень... Ну, по поводу ребят я скажу еще раз. Мы реально провели такую вот операцию. Мы выяснили, откуда он приходит, как он приезжает на велосипеде, где этот велосипед остается. Мы это все знаем. И самое смешное, что мы его именно поэтому и поймали. Вот в этот раз. То есть вы его поймали. Вот это вторая часть истории. И давайте о ней. Это было совсем недавно. Пару недель. Ну, расскажите, как это произошло? Кто поймал? Поймал один... Ох, герой нашего поселка. На посет на грамотно. Да, да, да. Серега, тебе привет большой. А, и Виталию, кстати. И Виталию. Два, 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 два. Виталия, Виталия, Виталия. Получается, залаяла собака. Они услышали, что собака сразу дернулась. Это ночью произошло? Да, это было 4 утра. Там 4.51. 4.51 было даже. У нас в чате пошла информация, что он пишет. Пришел. Ну, как он рассказывал, я еще думала. Ну, если сейчас никто не отзовется, ну, буду думать, что делать. Но нет, начали отзываться. И Серега, я выхожу, я выхожу. И в результате получилось, что он вышел. Они уже видели, что он куда-то побежал. Они сели в машину. Они его на машине догоняли. В какой-то момент его увидели на дороге. Как мне рассказывали, ну, как бы я не участвовала в операции. Они вышли из машины. Он так, из серии, чего вы тут у меня хотите? Такой немножко, такой борзый был. Но тут подошел сосед с собакой. И как бы наличие собаки, ну, такой доберман такой очень приличный. Он сразу же так немножко притих, не стал сопротивляться, ничего делать. В этот момент вызвали службу безопасности Баббиты, вот как мне сказали. Они приехали первые. И пока разбирались, он там все так нагло стоял, из серии, ничего мне не сделать, меня выпустят сегодня же. И в результате, к сожалению, так и получилось. Потом вызвали полицию. Полиция его вот забрала. Но его взяли не на частной территории. Его поймали на дороге. Он сказал, что я тут просто гуляю. Я гуляю, да, я тут гуляю. Я гуляю, пиво пью. И все, что его оштрафовали, взяли, и потом ему как бы винили, так сказать, обвинение, это было про спитие спиртных напитков. Ну, то есть пиво. Дождите, а вы же представили какие-то свидетели? И это самое вот, что, например, меня очень как бы не непонятно даже, потому что представлены видеозаписи, были тут же отправлены в следователя, все дела. И ситуация такова. Мужчина сказал, что это не я. И его выпускают, потому что как бы человек, которого видно на видео, похожий на подозреваемого. Это, знаете, какой пример похожий на пистолета. Ну, не знаю, что это он. А значит, у нас нет никаких оснований для его задержания более долгого. Ну, а если бы вы задержали его на частной территории, история повернулась... Скорее всего, да, но, к сожалению, мы этого не знаем, потому что мы как бы, то, что мы говорим с полицией... Мы хотели бы, да, кстати, узнать, проконсультироваться, они сказали, да... Ловите сами. Ловите сами, да. Отлично. А, допустим, вот сейчас, после того, как вы его поймали, после того, как вы даже уже отпустили, продолжается еще... Его видели буквально на днях... Да, 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 в соседнем. В соседнем поселке. Совсем, ну, слава богу, пока не у нас, но... Честно говоря, страшно. Я думаю, что он, конечно, он такой нагренький и знает, что ему можно, что ему будет, что не будет. И он так... Он опытный, скажем так. Он опытный. Он сидел, насколько мы выяснили, по-моему, два раза, да. Ну, то есть он знает свои права и знает, что ему будет или чего ему не будет. И как действует. Совершенно. И как действует полиция, как действует все остальное. Он это все прекрасно знает. Все это калач. Да, очень терменно. Да. Конечно, страшно, что не дай бог начнет мстить. Да, но мы вот хотели вывести в наш эфир также и представителей государственной полиции, но, к сожалению, с прошлой недели мы с ними созваниваемся. Они пока не нашли представителя, который мог бы это прокомментировать, но в любом случае мы их обязательно спросим, зададим эти вопросы, как вообще должна полиция действовать в этой ситуации. Тем временем, 672-12-939 и 672-13-939 – это телефон, и для слушателей, пожалуйста, звоните, если у вас есть какие-то, может быть, примеры похожих историй. Наверняка часть наших слушателей тоже живут в таких поселках неподалеку от Риги, и это довольно сложно, в общем-то, жить в таких поселках вот в таком отношении, потому что я тоже помню, что я живу тоже неподалеку от Риги, и у меня тоже была история, когда вот там ходили какие-то люди и даже вот зашли в дом просто, поскольку ты, когда живешь в частном доме, ты как-то чувствуешь себя в безопасности, расслабляешься. И просто перепрыгнул через забор, зашел в дом, открытая была дверь, никто там не закрывается на ключ. Как правило, да, взял первые же две попавшиеся куртки, новые причем были, только что купленные, свешил киев, ушел точно так же. Так что это сплошь и рядом, естественно, никто этим не занимался. Полицию вызвали, полиция приехала, составила протокол и сказала, ну да, будем искать. Ну, разумеется, искали. До сих пор ищут, судя по всему. Вы понимаете, Наталья, у вас их ищут, а мы-то отдали прямо в год. Не, может быть, уже и нет. Вы понимаете, готовим его. Вот в этом-то продокс. В данном случае, конечно, была история. А что сейчас? Какие вот вы сейчас, например, действия предпринимаете или какие у вас планы? Потому что если эта вся история продолжается, человек отпустили, камеры у вас стоят, коммуникация у вас налажена. Абсолютно. Не, ну хотя бы коммуникация налажена, это уже плюс. Если честно, один из, так сказать, мы пытались, чтобы сейчас поговорить со службами, узнать, как нам действовать правильно, чтобы и себе не навредить, и обезопаситься. Потому что, честно говоря, кулаки чешутся. Кулаки чешутся. Мальчики настроены очень агрессивно, конечно, и я бы ему не советовала соваться. А вы сказали, что у вас там несколько персон. Нет, у нас было еще один раз, что двое ходили. Мы засекли, да. Да, они конкретно машины пытались смотреть, в дома как-то вроде пока не были замечены. Надевайте наушники, у нас звонок есть, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, ну вот при существующих мерах, что самое эффективное, если у нас нет чата, если у нас соседи там готовы сами сделать пакость друг к другу, да, но не дружные такие. А вот что самое эффективное, в ваш взгляд, предпринять вот одному человеку среди волков, да, чтобы обезопасить себя? И еще, на забор колючую проволоку, лезвия какие-то, битое стекло, вот что-то такое. Ток. Спасибо. Я думаю, надо почувствовать три часа. Нет, ну подход мне нравится, на самом деле, и стекло, и проволоку. Если честно, как я вижу, как он через забор лазит, мне кажется, колючая проволока вполне такое разумное решение. Это с 11 утра, как этот комендантский час, с 11 вечера до 6 утра ток проводим, да, электричество, и вот смотрим. Нет, ну шутки шутками, на самом деле, к сожалению, ни проволоку, ни стекло нельзя, потому что, не дай бог, вот вы представляете парадокс, в том, что ко мне лезет вор, он режется об забор, или вот об стекло, или о проволоку, не дай бог, сяду я, понимаете? Нет, да. Да. Вот я тоже не понимаю, но сяду я. То есть из-за того, что я причиню вред здоровью, понимаете, в чем дело? Если я достану пистолет, и начну стрелять. Ну да, привыкли меры, там, как это, безнадежно. Да, совершенно, если я начну стрелять у себя на территории, у себя на территории, то сяду я. Понимаете, в чем дело? Ну, в принципе, тогда в результате получается, самое главное, это собака. Собаку, да. Поставить единственное решение. Ну, то есть там, где была собака, там все в порядке, нет, мы туда не лезем, конечно. Конечно, пожалуйста. Я тоже не сунулась. Слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Знаете, я более 15 лет прожила в частном доме в городе Рига. И вообще-то к такому моменту, что ко мне могут залезть, да, залезть можно, ну, вы знаете, вы в доме живете, там, входов более чем два, окна, первый этаж. В общем, заходи, кто хочет, бери, что хочет, да. Ну, вот, честно говоря, я была психологически готова к тому, что в этом смысле я уязвима, да. То есть машину я держала закрытой. Без нервного состояния просто. Если я стояла машину во дворе, я стояла на сигнализацию, шла домой, все. Так что она стоит вот открыто, и там все у меня лежит, и я думаю, ну, я же у себя на территории. Слушайте, я живу среди людей. Люди такие были, такие есть, такие будут всегда. И как-то идеализировать, что вот раз мы сейчас на территорию никто не зайдет, ну, не в Германии мы живем, да, где-нибудь там в бюргерском районе. Простите, пожалуйста, а как вас зовут? Ирина меня зовут. Меня Алексеевич, приятно. Ирина, вот вы знаете, вы прекрасно и правильные вещи говорите, и вот ответ предыдущему звонящему мужчине как раз, вот я бы переадресовал то, что вы говорите. Но, да, конечно, собака, сигнализация, полная защита. Но если нету коммуникации с соседями или с другими людьми, то ничего это не поможет. Вы знаете, говоря о коммуникации, скажем так, ко мне залезают на территорию, чего-то там брали, да, я думала, ну и ладно, взяли, и хорошо. Ночью сплю, включаю сигнализацию. Есть охранная фирма, которая приезжает. Сколько они там успеют за одну, две, три, пять минут забрать, да? Ну, чего-нибудь схватят? Ну, ладно, схватят, да, но не держите. Ирина, скажите, пожалуйста, а у вас медицинская страховка есть? Я не знаю, вы сейчас хотите доказать, что... Не-не-не, не в коем случае, нет. Я просто хочу сказать, что вы благородный человек, на самом деле, что вы готовы пожертвовать частью своего имущества для того, чтобы кому-то стало лучше. Вот единственное, что я вот слышу. А ведь на самом-то деле, вы подумайте, это же ваше. Понимаете? Ваше. Ну, и вопрос безопасности, это просто неприятно. А если он проявит агрессию к детям? А если он проявит, простите, агрессию к вам лично? Может испугать в конце концов? У тебя дети играют по дворе, он может испугать так, что ему не покажется, конечно. Так, сосед пишет нам, слушатель Виталий, в WhatsApp, сосед пришел на свой садовый участок, а там незнакомая публика собирает урожай. На вопрос, что вы тут забыли, они ответили, что вам жалко, что ли? Ну и советуют, советуют, надо стрелять в воздух, в следующий раз воры не полезут. Да, но для того, чтобы стрелять, тоже надо, я так понимаю, подготовиться-то. Я так понимаю, на какие-то определенные виды, может, там оружия и не надо лицензии? Нет, нет, все равно нужно. Все равно ты же должен там как-то зарегистрировать, я так понимаю. Хорошо, а какие у вас дальнейшие планы? Вот, скажем так, у вас есть видеодоказательства, которые, как выяснилось, не доказательства, но мы еще это проверим. Вы знаете, что этот товарищ вроде как может и вернуться, потому что он где-то неподалеку, да? Да, продолжайте. Что вы собираетесь? У вас есть какие-то планы, может быть? Потому что вы уже в этой истории, а может быть, людям это только грозит в ближайшее время. Ну, планы, у нас мы не можем их построить, поскольку вы же понимаете, если он придет, то придет, а если не придет, то и не придет. Но, по сути, конечно, полиция, естественно. Вы понимаете, парадокс в том, что вы вынуждены. Будете ли вы дальше добиваться того, чтобы полиция, может быть, стоит опротестовать решение на этой инстанции и дальше выше пойти немножко, начальнику госполиции написать заявление с жалобой? Вы знаете, мы обдумывали этот вопрос и обговаривали. Но, к сожалению, это не даст эффекта вообще никакого в данном случае. То есть, единственный момент, если мы товарища поймаем прямо на территории, с поличным, тогда да. Понимаете? А если, как вот в этот раз получилось, мы его поймали на дороге, ну, я гуляю здесь, вот и все. И все, его отпускают. Парадокс, вы знаете, в чем? Вот полиция, в данном случае, в нашем, она сработала, в общем-то, правильно. Я хочу сказать, кстати, что они его задержали, они старались что-то ему пришить. Ну, скажем так, да, не пришить, а предъявить. Но ничего не могут. Единственное, что они предъявили, и за это спасибо распитие алкоголя. Вот единственное, понимаете, что они могут сделать. Это не в полиции дело, дело в законах. Совершенно верно. Полиция действительно беззубая в данном случае. Хорошо, а если, допустим, речь идет о качестве камеры, то есть, есть камеры, в которых изображение более четко, где будет видно, там, достаточно четко лицо будет, вот, их там, не знаю, просто установить, это наверняка стоит просто намного дороже, единственное, да, или таких нет сейчас. Есть, у меня стоят хорошие камеры, очень четко все видно, видно лицо, но это не является доказательством. То есть, ты можешь залезть в камеры, посмотреть, порадоваться, что он у тебя походил по участку, и все? Да. Это не является доказательством. Соседи пишут, что у нас очень четко все видно по камерам. Прямо, мы его лицо знали, у нас там даже было такое, что где-то на дороге, да, по-моему, человек шел тут же, кто-то в машине едет, такой, наш, не наш? Наш. Типа из серии. Причем даже не в поселке, а где-то вот просто на дороге, там, на Бабицкой. Еще звонок, да, пожалуйста, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Игорь, я по поводу воришки этого вашего. Мне сейчас, что единственный вариант, это выловить и хорошо потрепать, но без тяжких телесных. То есть, может быть, поможет. Ну, вот, это, кстати, немножко опередило мой вопрос, потому что вы сейчас все делаете достаточно легально, законными путями, но по большому счету, если бы вот он ночью там пробрался, ночью бы его поймали, где-нибудь там отметили, в лесу, никто бы ничего не узнал. В лесу, да. Почему? Почему? Вот как вы сдерживаетесь? Ну, правда. С трудом. С трудом. С трудом. С большим трудом. Ну, просто никто не хочет потом каких-то последствий. Совершенно верно. Конечно, последствия будут, потому что, во-первых, это будет в группе, оттягчающе, по предварительному сговору, как не смешно это звучит, это действительно так и будет. Ну, потому что злые на него все. А вы рассматривали этот вариант и изучили закон, да? Да, да, да. Ну, теперь ясно. Ну, у нас весь поселок очень настроен. Честно, звоните, у нас будет на связи Латвийское объединение юристов, Рихард Бунка, глава. Мы ему зададим вопросы, как можно вообще в этой ситуации действовать. Так, ватсап пишите нам, 2306191. Доброе утро. Залезли воры в дом, обокрали второй этаж, пока все были дома на первом. Единственное, что работает, это деление сигнализации на зоны и включать периметр дома, дальние помещения, даже когда дома. Потом прокомментируем этот вопрос. Рихард Бунка, глава Латвийского объединения юристов, с нами на связи. Здравствуйте, Рихард. Доброе утро. Коротко о ситуации. Вот сидят два человека у нас в студии, жители Бабиты, Алексей Фомин и Зинаида Апрелева. Год назад по их поселку начал ходить воришка. Жители поставили камеры, назначили дежурство. Спустя год поймали вора, вызвали полицию, его забрали, но потом отпустили, так как он не был пойман с поличным. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот жители просто, он их третирует, они ничего не могут поделать. Теперь еще и полиция отпустила. Я хочу выразить благодарность этим жителям за личный вклад в борьбу с преступностью. Спасибо. Социально ответственные. Насчет конкретной ситуации хочу сказать так, что, как я понимаю, человек все-таки проникал во внутрь жилья, правильно? Да, совершенно верно. Значит, даже если кто-то проникает и ничего не берет, это является уголовным нарушением. 143 статья нарушение неприкосновенности жилища. И она карается кратковременным лишением свободы или принудительной работы или денежным штрафом. Ну, кратковременное лишение свободы это до трех месяцев, как мы знаем, да? Но если он это сделал силой, преодолевая сопротивление хозяина, то тогда уже до двух лет наказание. Скажите, а почему же его отпустили? Ну, очевидно, полицейские были ленивые, на мой взгляд. И зрители, наверное, тоже жаловались на то, что он хочет совершить кражу. Ну, наверное, я думаю, он так и хотел. Но полиции действительно, ну, факта кражи действительно нет. И поэтому они как бы считают, что нет ничего. Но есть другая статья, которая указывает тоже, что он совершил преступление. Но здесь вопрос, и я прошу прощения, вот здесь вопрос был как раз не в том, что он взял или не взял, увидели, что он взял или не увидели, или нашли что-то у него чужое, или не нашли. А в том, что его задержали не на частной территории, и не смогли предъявить. То есть записи с видеокамер не считаются достаточным основанием для того, чтобы предъявить ему-то человеку какие-то обвинения. То есть вот на камере, да, он похож. Вообще это даже он. Но мы не можем ничего сделать, потому что он уже вышел с этой территории. Вот как в этом случае поступает? То есть почему записи камер не являются основанием? Почему им нет такого доверия? Или как сейчас, может быть, какие-то заявления куда-то написать? Или как-то это обжаловать можно, это решение? Да. Значит, абсолютно детальную ситуацию я предложил бы сделать так, что вы передали бы этим людям мои контакты, и я бы им бы объяснил бы уже более конкретно, но в общих словах, да. Дело в том, что люди всегда пишут полицию заявление и пишут, ну, и, пожалуйста, возбуждайте уголовное дело. Ну, по старой терминологии, то есть начать уголовный процесс. И полиция ищет всякие способы, чтобы себя не нагружать еще одним, ну, темным, светлым, какая разница, каким делом, и, ну, чтобы поменьше была нагрузка. Но я советовал бы людям всегда писать другое, всегда просить возбуждения не начала уголовного процесса, а чтобы полиция провела в соответствии с законом об оперативной деятельности оперативную проверку поданной информации и сделала это в рамках дела оперативной разработки или оперативной проверки. И в этих процедурах не существует такого явления, как отказ от проведения оперативных действий. То есть провести будут обязаны в любом случае? Да. То есть полиция сама на основании с собой уже собранных сведений начинает уголовный процесс. Спасибо, Рихард. Мы тогда передадим контакты вашим жителям Бабитта. Спасибо вам большое за консультацию. Рихард Бунко был с нами на прямой телефонной связи, глава Латвийского объединения юристов. А вот, кстати, к вам вопрос. Почему, например, за вот этот вот год, который был, и после того, как, скажем, с полицией получилось так неудачно, мягко говоря, да, то есть вы не стали обращаться в дальнейший статус? Или стали? Я напомню, что с полицией неудачно получилось две недели назад. А, то есть вы еще просто не успели. Мы еще не успели сообразить, что делать дальше. Но вот сейчас вы созвонитесь с юристом, да, и, соответственно, вы получите такую информацию, очень ценную информацию. Да, ну, тут в данном случае просто профессионал, который тоже работал в полиции в свое время. 672-12-939, 672-13-939, телефон. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Знаете, хотел бы прокомментировать тоже вот ситуацию. Абсолютно согласен с юристом позвонившим, да, и просто по факту того, что у нас происходит. Вы знаете, к сожалению, у нас наша полиция, которая, в принципе, по закону о полиции должна работать в интересах общества, она, к сожалению, работает, ну, в таких, скажем так, в своих интересах и в интересах обслуживания, может быть, больше правящих каких-то наших партий или структур. Потому что, ну, конечно, полицейскому всегда проще объяснить, что у них недостаток ресурсов, недостаток каких-то других вещей. Вы посмотрите, по факту ни одно дело, которое даже у нас громкие дела есть, да, вот у нас там 3-4 месяца назад громкое убийство произошло, там ноль. У нас максимум до сих пор никто не осужден. Ну, сейчас можно говорить, что это суд, да, но сколько? 8 лет прошло. Ну, и, конечно, они не будут заниматься. Здесь приходится, к сожалению, констатировать, что жители сами должны давить на вот этих полицейских, которые, в принципе, по закону, ну, они же знают все это, законодательство о оперативных разработках и так далее, каким образом, что, ну, и лень, конечно, это надо посидеть день-два-три у вас в машине, посмотреть, кто это, провести должным образом допрос, потому что, когда человека задерживают, поверьте мне, ну, всегда можно объяснить, если есть камеры, а где-то был в это время, то есть у тебя есть фактически подозреваемый, и если провести определенные оперативные мероприятия, то... Вы полицейский? Он, это... Вы сами полицейский? Я не полицейский, а связан с, скажем так, с фактической работой, с работой, которая связана в этой ситуации. Да. То есть просто действительно жителям надо быть более понастойчивее, может быть, когда вам пишут просто действительно со слов полицейского он вам диктует, каким образом написать заявление, то в 80% случаев он пишет для того, чтобы сделать потом вам отказ в возбуждении уголовного дела. Спасибо, Дмитрий. Вот сколько нюансов. Скрывается, да? Ну, вы представляете, насколько многого мы не знаем, и насколько вот действительно нюансы, которые знают профессионалы. Спасибо, кстати, большое за консультацию, что Рихарду, юристу, что вот звонившему, к сожалению, не знаю. Да, спасибо большое, действительно, мы это все учтем и будем продолжать. Тот маленький момент, когда воришка знает закон лучше, чем мы, да? К сожалению, так случается. Но это его профессиональная деятельность. Это его профессиональная деятельность. То есть скоро вы будете профессионалами в этой деятельности, вы будете знать. Вынуждены, вынуждены. Женя, понимаете, вынуждены. Самое главное, что это должна делать полиция. И вроде как бы они и хотят. Но настолько это сложно и настолько, видимо, это проблематично, что они пытаются, вот как правильно сказали, всякими, любыми способами, любыми способами просто отказаться от этого. У вас же есть фирма, компания, которая обеспечивает безопасность. Охранная компания, да. Охранная компания, да. Да, есть. Вот нельзя с ней договориться, что она выделяет какие-то ресурсы, там, не знаю, около каждого дома там выставит наряд какой-нибудь и будет ждать. Я вам просто скажу, благодаря этой компании, в общем-то, мы в том числе и действуем. То есть не будем рекламировать компанию, но один из работников компании живет в нашем поселке. Он давал очень много. Лично заинтересованных. Совершенно верно. Хорошая мотивация. Совершенно верно. Его-то много советов. Не обокрали, нет? Нет. Нет, нет, нет. Счастливый конец такой. Ну, на самом деле, мы пытались, мы действительно, у нас просто звонок. Да, пожалуйста, здравствуйте. 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 Меня Алексей зовут. Да, приятно. Я в такой ситуации не сталкивался, но я сталкивался с другой ситуацией. Когда-то давно, проживая в городе на первом этаже, ночью просто какой-то высокий воришка, кто снул руку и украл телефон со стола. Такой был случай. Но касательно вот вашей ситуации, и возможной ситуации у других людей, похоже, я советую всем заранее идти вот к юристам и полностью проконсультироваться. Вот так же, как вот сейчас звонивший юрист вам довольно грамотно все описал. Но есть один момент, что у нас очень в этом отношении, в отношении мелких воришек, очень либеральное законодательство. И люди, на самом деле, законодательством тут не защищены. Потому что даже вот недавно, относительно недавно, был даже увеличен, увеличена сумма, то есть с которой начинается уголовное преследование. То есть даже если человек залез к вам куда-то там в машину, он скажет, что машина была открыта. Машина была действительно открыта. И взял там, допустим, шуруповерт, который стоит там 200 евро. Ему ничего не будет за это. Потому что он не попадает под статью. И еще я столкнулся с таким одним мошенником, который в сфере строительства работает. Даже есть такой сайт, судзи.бслв, там есть про него. Потом я нашел про него информацию. И так как он пытался меня, точнее, меня обманул даже, я его предупреждал, что этот человек никуда не пропадал. Абсолютно. Те люди не боятся, они действительно знают свои права. Я ему говорил, я пойду в полицию, буду писать заявление. И действительно пошел в полицию, написал заявление. Меня через три дня вызвали в полицию, чтобы я более подробно написал еще раз. И я там, когда пришел, и увидел, что... Мне это полицейские показали на компьютере своем. Показали вот этот человек, да, вот эта фотография. И они распечатали при мне на него машинописным текстом четыре или пять листов заявлений. То есть уже до меня, на этого человека, было подано заявление на четыре-пять листов машинописного текста. И через десять дней, или через сколько-то, я не помню, мне пришло заказное письмо о том, что там сообщалось, о том, что возбуждение уголовного дела отказано. На основании того, что вот этот плохой человек, который меня обманул, сказал полиции, что он мне все отдаст. То есть на основании его слов возбуждение уголовного дела было отказано. И все. Это уже прошло сколько-то лет с этого времени, и ничего не меняется. То есть у нас очень либеральное законодательство в отношении таких вот мелких преступлений. И люди, зная свою безнаказанность, что могу посоветовать? Есть детекторы на движение, которые включают свет. А есть еще разные штучки такие, звуковые. Они, допустим, начинают гавкать, как собака. Вот это может каким-то образом отпугивать таких людей. Закон не отпугивает. Он может сказать, что он перепутал двор, он пьяный, он шел к другу. А потом скажет, ой, он в другом поселке живет. Думал, у него друг живет. Он перепрыгнул через забор, потому что это его друг. Мы поняли, спасибо, извините, у нас просто мало времени остается. В общем-то, он проговорит, и у нас есть и детекторы, и камеры, и свет. И гавка еще. Все это работает, и собака, гавка еще. Все есть. Сами гавка, мы стоим с ружьями. Просто он ничего не боится. Он просто ничего не боится. Все. Это его образ жизни, он уже так живет, и все. Конечно. Но и с другой стороны думать о том, что вот мы сами только должны себя защитить. И больше никто. Тоже как-то печально. Не что печально? Простите, а за что мы налоги платим? Как бы это не банально звучало, но на самом деле так. Ну и еще один звонок, уже напоследок. Здравствуйте. Пожалуйста. Слушаем. Добрый день. Да, пожалуйста. Ну вот тут прозвучала от одного из слушателей мысль такая, что, значит, у нас не Германия. Ну вот у меня было за мою жизнь три случая, когда грабили меня два раза в Испании, один раз в Италии. Это было на судне, я моряк, да, и грабили судно. Вызывали полицию, вызывали агентов, значит, пытались там что-то сделать. Везде и всегда было вот точно такое же отношение. Не хочет полиция с этим связываться. И, значит, ну, вплоть до того, что я говорил, вот возьмите этот телефон, вот он его держал в руках и бросит. Здесь должны быть им отпечатки пальцев. Нет, не интересует. Им как бы вот все только, чтобы закрыть быстро и не связываться, не заморачиваться. И они знают этих уже даже воров и, ну, просто отворцуют им, можно сказать. Так что ни Германия, ни какая цивилизация не поможет. Так он у нас, к сожалению, защищает больше преступников, чем жертв преступления. Да, спасибо большое. Ну что, нам пора заканчивать на этом. Надеюсь, что все-таки мы как-то повлияем на эту ситуацию. Во всяком случае, то, что уже подключился Рихард Бонка, и еще мы, надеюсь, получим все-таки комментарии полиции. Ну, каким-то образом. Потому что у нас все больше народу уезжает за пределы Риги, скажем так, в поселки где-то, чтобы чувствовать себя более безопасно. Получается, что наоборот, как-то все это не получается. Я хотела немножко добавить, если есть секундочка. Мне вот тут тоже наши пишут, что мы пытались с охраной договориться, с охранной конторой. Но если вот так вот в час на порядке нанимать охрану, на три месяца, вот мы там рассматривали, вот ночью он будет стоять, то это стоит совсем немаленьких денег. Ну, конечно, разумеется. И мы уже даже были готовы на это. Лишь бы себя максимально обезопасить и максимально жить спокойно. Но поймали сами и опустили. Все сделали. Мы работали, мы пытались, но, к сожалению, пока там есть еще на чем работать. Мы желаем все-таки вам удачи в этом деле, чтобы вам уже не приходилось никого ловить. И как-то этим занимались те люди, которые за это получают зарплату. Это было бы здорово. Да, жители Павлида, Алексей Фомин и Зинаида Апрелева были у нас сегодня этим утром. Спасибо, до свидания. Вам спасибо огромное.